Дорогие друзья, мы сейчас находимся на втором этаже дома, который мы построили из газобетона. Хотел показать наглядно на примере вот этого окна и под оконным пространством, которое мы будем устанавливать батареи, как правильно и в какой последовательности следует устанавливать сами батареи и прокладывать трубы для батареи. В данном случае батареи у нас будут заходить, то есть просверливаться пол, будут заходить непосредственно с первого этажа в нужное место, где будет висеть батарея. То есть будет делаться отверстие ровно под трубу и будет выходить труба, которая будет запитывать батареи. То есть с одной стороны и со второй. Вот. Когда это правильно делать? До штукатурки или до гипсокартона или после? Ну, в большинстве случаев делают сначала разводку батарей, то есть закручивают кронштейны, а потом уже дырявят гипсокартон, одевают его на кронштейны, тем самым закрывая то расстояние, которое учитывалось, когда вешалась батарея. То есть получается либо вплотную, либо вообще иногда кронштейна не хватает, в зависимости от того, какую толщину вы будете накладывать. Вот. Ну, здесь, конечно, у нас попроще, из-за того, что у нас везде ровные стены практически, у нас можно выдержать один сантиметр для гипсокартона. Вот. С одной стороны можно было так сделать, но все равно, почему я не рекомендую устанавливать сразу батареи? Еще один принцип, помимо того, что вы не учитываете толщину, трубы, когда вы делаете, высверливаете в полу, то есть должна быть ровненькая дырка, которая подходит ровно в нужную часть батареи. То есть с учета уголка, с учета крана, который будет запитывать, который батарея будет, то есть это нужно все учесть. И сразу же нужно учесть и толщину гипсокартона, или штукатурки, то есть слишком все нужно много учесть, и в итоге может получиться нежелательная какая-то кривизна. Как бы не получилось так, что у вас труба слишком близко к стене, или наоборот, вы слишком большой зазор сделали, что она далековато находится. Куда проще, когда сделаешь сразу плоскость, приготовишь, либо отштукатуришь, либо наклеишь гипсокартон, и на него уже установишь кронштейн. Кронштейн будет учитывать зазор за батареей, так же, чтобы можно было там, во-первых, он должен быть зазор, чтобы лучше проходила циркуляция воздуха, вот, что не вплотную он должен стоять к стене. И, к тому же, будет проще все это вымерить, то есть мы ставим уже на кронштейны батарею, уже на финишную стену, уровнем вкручиваем уголок с краном, уровнем отмеряем вниз, делаем меточку, то есть в двух плоскостях. То есть ровно у нас труба выходит, мы ее засовываем, запаиваем, все, у нас ровно, четко получается. Что не скажешь, если делать сначала, если мы засверлим, а потом мы будем уже гипсокартон или штукатурить. Вот, часто приходится штукатурить, вот эти клыки торчат, вот, еще часто бывает, что ты их, неизвестно какой слой на них накладываешь, потом батарею ставишь, она не становится на свое место. Вот, и получается батарея наискосок как-то стоит, где-то она, труба начинает кривить, вот, поэтому намного проще и так будет правильней. Если у вас есть такая возможность, если вы не живете в каких-то многоэтажках, где там, понятное дело, что не оставишь надолго отключенную систему, что нужно будет запитать батареей, чтобы тепло было, вот, и просто, ну, в частном доме, конечно, проще это все сделать. Вот, если есть такая возможность, то настоятельно рекомендую сначала сделать стены. Вот, исключение составляет, когда вы хотите заштрабиться в стены, заштрабиться в стены, когда вы хотите всю разводку кинуть по батареям, которые у вас будут выходить из стен. Тогда, да, тогда варианта нет, то есть, только сначала разводку делаем, потом уже штукатурим. Вот, но сейчас уже такой метод разводки постепенно уходит в прошлое, ввиду того, что много нареканий по поводу того, что трубы бракованы, что начинает течь, что потом приходится стены долбить. Многие сейчас, вот, сколько я делаю ремонта, отказываются прятать трубы, чтобы они были по наружке. Хотя это не совсем красиво, но люди страхуются, люди переживают, что в дальнейшем труба не потекла. Вот, если по наружке, то вот только такой метод. Вот, то есть, тогда получается идеальный монтаж, трубы ровно лежат. То есть, не надо тебе потом уже подгонять под ту дырку, которую ты высверлил, допустим, неправильно чуть-чуть. Допустим, ты не учел уголок, как часто бывает, мы замеряем, что-нибудь там, а, забыл прибавить еще там 2 см, а, забыл это, забыл то, забыл толщину уголка учесть, забыл это. И в итоге смотришь, у тебя труба куда-то в бок торчит, вот, а вроде бы все замерял. Вот, чтобы такого не было, то есть, по факту уже, когда вы батарею повесите, все это намного нагляднее и намного проще сделать уже по факту. Вот такой вот небольшой обзор. Напишите в комментариях, как это вы делаете и почему вы это так делаете. Я просто хотел поделиться, потому что реально мы столкнулись и на этом объекте с этим. То есть, заказчик говорил, везде раскиньте батарею. Пришлось вот немного, как бы, показать ему наглядно, почему это следует сделать после того, как мы сделаем стены. Что это будет и ровнее, и правильнее. И не нужно будет уже лишний раз батареи снимать. Вот, и самое главное, что это будет точно. То есть, трубы будут ровно идти. То есть, у нас они ровно в пол, ровно по горизонтали. По вертикали будет труба уходить. Не наискосок куда-то там, допустим, по центру чуть-чуть не будете попадать. Вот, то есть, вот этот момент. Вроде бы, вы сейчас можете сказать, что, да ладно, ты что говоришь, что можно все точно замерить. Но зачем это надо? Зачем надо вот эта точность, где-то подсчет какой-то делать? Это же все, есть возможность ошибиться, правильно? Потому что мы все где-то что-то, я говорю, можем не учесть. Лучше по факту, все делать по факту. Я люблю то, что есть возможность, если прямо вот прислонил, начертил, все. То есть, тогда уже на 100% ты точно не промахнешься. Тогда уже не надо пересверливать, а тем более перепаивать уже снизу, если трубы будут разведены. Вот эти тройники всякие, зачем это надо? Вот, все, что хотел сказать. Пишите свои мысли по этому поводу. Буду рад услышать ваше мнение. Вот, и обязательно отвечу. Спасибо за просмотр. До новых встреч.